Подъем воды в реке Иркут, из-за которого накануне эвакуировали 7 детских лагерей в районе села Баклаши и объявили режим повышенной готовности, останавливается. Об этом сообщил сегодня глава района. Уровень не достиг критической отметки в 480 сантиметров. Тем временем почти все подтоплены разрушительным паводком. На прошлой неделе населенные пункты освободились от воды. Единственное место, где вода все еще осталась, Тулун. Там остаются подтопленными почти 2000 жилых домов. В пострадавших от паводка районных Иркутской области приступила к работе военная мобильная биолаборатория для выявления опасных инфекций. Специалисты надевают защитные герметичные костюмы и в особые контейнеры производят отбор грунта. Повышенное внимание к местам, где уничтожают павших животных. Именно там могут располагаться очаги опасных возбудителей. А инженерно-саперное подразделение на плавающих транспортерах перевозит спецтехнику для очистки поселков от последствий наводнений. Жители Тулуна тем временем жалуются, что мошенники перепродают гуманитарную помощь. Теперь для сопровождения и выдачи грузов привлекают полицию. Сейчас в списке погибших 21 человек. Судьба 14 неизвестна. Сегодня в региональной прокуратуре сообщили ведомство намеренно привлечь к административной ответственности должностных лиц за невыполнение правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. Там подчеркивают, метеорологи заблаговременно и ежедневно передавали сводки, а вот главы Тулуна Тулунского района и города Нижнеудинска оповестили население о наводнении несвоевременно.